Здравствуйте! У дорожников сегодня самая горячая пора. За август и сентябрь нужно сдать десятки объектов. Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирской области приведут в нормативное состояние порядка 190 километров автомобильных дорог. Реализацию нацпроекта на днях оценили федеральные дорожники. У нас побывал представитель федерального Минтранса. Проехался по нашим дорогам, но вроде бы остался доволен. О реализации проекта БКД говорим сегодня. Это отдельная тема. Гость программы, министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский. Анатолий Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Прошел трудовой путь от мастера филиала Новосибирскавтодор Ордынского дорожный ремонтнастроительного управления до заместителя директора Воронежского филиала по эксплуатации и безопасности дорожного движения государственной компании «Российские автомобильные дороги». С сентября 2013 по май 2015 года занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Занимал пост первого заместителя начальника управления Федерального управления автомобильных дорог Сибирь. На должность министра назначен в апреле 2017 года. Анатолий Викторович, как у нас федеральный Минтранс оценивает, вообще проехались только по городским улицам или в область тоже заглянули? График был очень сжатый. Проехали, оценили стройку 4-го моста, заехали на дороге Ледового Дворца Спорта, строящегося. И проехали по городским большим знаковым объектам, не по всем тоже. Особенно было выделено внимание тем дорогам, которые ремонтируются около школ и дошкольных учреждений. На это был оцент внимания, в преддверии 1 сентября вот эти дороги мы проехали. Можно я сразу в начале программы про деньги спрошу? Общий объем дорожного фонда в этом году у нас каков? И из этой суммы сколько составляют средства на реализацию проекта безопасной и качественной автомобильной дороги? Объем дорожного фонда в этом году беспрецедентен. 24,9 миллиарда рублей. Такого у нас никогда еще не было. Суновое увеличение произошло за счет федерального бюджета. Были выделены средства больше 7 миллиардов. Это на 4-й мост и на ледовые дворец спорта на 5 объектов дорожной инфраструктуры. И, конечно же, на объекты национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Там у нас в этом году выделено 6,9 миллиарда рублей. Порядка 3,1 это идут на дороги регионального значения. 3,6 идут на дороги города Новосибирска. И порядка 90 миллионов это город Искитим. Наверное, простому обывателю понятно только лишь, что суммы не маленькие. Сегодня обо всем поговорим, куда они тратятся, что мы в итоге имеем. А сейчас просто чуть еще напомним, что собой представляет нацпроект безопасные и качественные автомобильные дороги. Безопасные и качественные автомобильные дороги. Это национальный проект, который охватывает 83 субъекта Российской Федерации, 104 городские агломерации. Проект рассчитан до 2024 года. К тому времени планируется увеличить доли автодорог регионального значения, соответствующих современным требованиям, до 50%. Снизить количество мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом. Уменьшить долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки на 10% по сравнению с 2017 годом. Снизить смертность на дорогах как минимум в три с половиной раза. В 2019 году в стране по национальному проекту было отремонтировано почти 16,5 тысяч километров автодорог. Асфальтобетонное покрытие уложено на общей площади более 128 миллионов квадратных метров. Дорожные работы проведены почти на 6 750 объектах. В Новосибирской области в этом году работы по проекту БКД будут реализованы на 95 участках автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Общая протяженность ремонтируемых и реконструируемых участков дорог составляет более 195 километров. Что касается областного центра, назовите, пожалуйста, какие-то основные такие ключевые объекты, где прямо вот заметно, что что-то изменится в этом году? Если мы говорим именно про областной центр, то продолжается работа на трех вылетных магистралях. Это Кедровая, вторая станционная Большая и Гусинобродское шоссе. Будут введены первые пусковые комплексы, первые этапы в этом году. Это 5 объектов вокруг строящейся ледовой арены. Это несколько участков ремонта, которые, скажем, одна из самых нагруженных и транзитных вылетных магистралей на южное направление. Это и улица Большевицкая, Берское шоссе, улица Владимировского. Такие, наверное, основные ключевые объекты этого года по городу Новосибирск. А вот Берское шоссе, там интенсивность движения, оно всегда довольно высокое. В прошлом году, если не ошибаюсь, там один был объект, один участок ремонтировали. В этом году целых три. Сегодня можно ли уже сказать, что интенсивность движения поменялась? Или, ну я не знаю, трафик поменялся перед движением? Или более безопасным стало движение? Есть ли уже какой-то результат? Можно ли о нем говорить? Интенсивность движения у нас растет с каждым годом. Это зависит от количества приобретаемых транспортных средств. А то, что мы сейчас выполняем работу, но еще объекты не введены, они однозначно, в первую очередь, направлены, конечно, на улучшение безопасности дорожного движения. Те пользователи дорог, которые ездят в южном направлении, помнили, какая у нас была колея огромная, какая была ямочность. То есть, дороги, во-первых, это небезопасно, во-вторых, из-за этого еще снижался скоростной режим, что вызывало тоже к определенным затруднениям движения. Убрать дефекты проезжей части, обеспечить безопасность дорожного движения. А дальше работы будут продолжены. Вот там используется технология так называемая SuperPave. Ну, я так понимаю, я так чуть-чуть почитала, я, конечно, не специалист. Это какая-то специальная такая асфальтобетонная смесь. Чуть подробнее объясним, что это такое. Технология SuperPave при строительстве дорог – это метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для дорожной покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками. Состав асфальтобетона разрабатывают с учетом процессов его нелинейного деформирования и разрушения. Пристальное внимание уделяется климатическим условиям эксплуатации автодороги и перспективной интенсивности движения. Как результат – покрытие, устойчивое к образованию колеи, низкотемпературные сетки трещин и усталостному разрушению. Структура проектирования технологии SuperPave. Начинается все с подбора минерального компонента и подбора битумного вяжущего. Затем проектируют состав смеси по объемному содержанию, включая влагостойкость. Далее идет измерение эксплуатационных параметров на основе свойств материалов. Оценка эксплуатационных параметров дорожного покрытия. Только после этого осуществляется окончательный подбор состава смеси для производства. Проводится дополнительное контрольное испытание смеси в рабочих условиях. Как эта технология себя уже, может быть, зарекомендовала? Может, ее планируем, ну так скажем, тиражировать, где-то на других объектах применять? На региональных дорогах и на дорогах местного значения эту технологию применяем в этом году впервые. Есть опыт применения технологии на федеральных дорогах. Федеральное дорожное агентство. Здесь у нас есть представительство Федерального управления дорог Сибирь. Эту технологию уже используют несколько лет. Мы тоже не так давно начали. По всем показателям, то есть, первый год-два эксплуатации показали, что дефектов на покрытие нет, образования нет. И именно этот основной, так скажем, принцип заложен в работе дорожной одежды, устроенной по технологии SuperPave. Ну а дальше мы будем мониторить, конечно, ситуацию, и в том числе по тем покрытиям, которые мы сделаем в этом году. Антон Викторович, знаете, для автовладельцев они не разделяют дороги по проектам. И вот, например, по тому же областному центру, мне ни для кого не секрет, много участков, где ямы какие-то огромные, просто дорогой даже не назовешь. И вот благодаря таким местам и смазывается эффект от того же проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта предусмотрены ли какие-то суммы, может быть, на ремонт как раз-таки дорожно-уличной сети? Конечно, мы вот, если мы говорим про областной центр, то в этом году около 44 километров вообще будет отремонтировано. Я назвал, конечно, самые основные и большие объекты, на которых выполняется ремонт, но также еще много улиц, которые попали, они есть на сайте в Перечне, попали в проект, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для населенного пункта 44 километра – это достаточно большой объем, и на следующие года также будет предусмотрено, то есть мы выполняем не только строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт, но и ремонт дорог тоже, в том числе. Конечно, в этом году ситуация с теплой зимой, большими осадками, в начале года привели к образованию. Но я надеюсь, что мы к 2024 году, не надеюсь, я уверен, мы выполним тот показатель, который доведен на нас, это 85% дорог новосибирской агломерации должны быть соответствовать нормативным требованиям. О, это отлично. А по региональным дорогам мы должны дойти до цифры 46%. Что касается региональных дорог, предлагаю чуть пойти в область. Вот в Кочаневском районе, там строят региональную дорогу, ее протяженность, она вроде бы относительно, ну, не длинная такая, там меньше полутора километров, однако ее значение, оно, ну, вот, без преувеличения велико, потому что, я так понимаю, она связывает Кочанева с федеральной трассой. Давайте посмотрим сюжет. Песчаная насыпь тянется к горизонту. Слой за слоем растет новая автодорога. Прежде чем заливать бетон, рабочие укладывают щебень. Камазы и бульдозеры дождя не боятся. Для Новосибирской области масштаб строительства огромный. Участок трассы в полтора километра соединит поселок Кочанева и федеральную трассу Р-254. И станет обходным путем для транзитных большегрузов. Ведь пока что их путь к Новосибирску пролегает через Кочанева. Дороги поселка из-за этого быстро разбиваются. Не приспособлены к такой нагрузке. Строительство начали еще в мае этого года. Щебеночный слой подрядчик закончит уже в июле. Затем уложат бетон и только потом асфальт. Требования к надежности повышенные. Покрытие должно выдержать критическую нагрузку. 11 тонн на автомобильную ось. Городские дороги делаются как в один слой и толщина покрытия до 6 сантиметров. А тут? Здесь 14 будет общая толщина. Это мощнее, крепше. Да. По словам подрядчика, строительство дороги идет с небольшим опережением графика. По плану фуры и грузовики поедут по обходному пути уже в октябре этого года. Подрядчик обещает в октябре сдать объект. Успеет ли? Что там вообще сейчас происходит? Сейчас на данном объекте на 95% закончено земляное полотно. 5% это в районе строительства водопропускной трубы. Пусть трубу сделают и досыпят. Практически закончено уже щебеночное основание. И подрядчик приступает к устройству асфальтобетонного покрытия. Буквально завтра выезжаем туда, проводим производственное совещание. Как раз оценим, посмотрим ход выполнения работ. По контракту срок окончания работ 30 октября. Но по внутреннему графику подрядчика планируют сдать либо в середине, либо в начале октября. То есть практически завершить работу уже в сентябре. И приступить уже к обустройству, нанесению разметки, знаки и так далее. В октябре там, возможно, маленько будем зависеть от погодных условий. Анатолий Викторович, мы с вами поговорили про областной центр. Что касается области, назовите самые крупные проекты именно по региону в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Продолжается реконструкция дороги в сторону Ордынки, К-17Р, обход Вертулы. В этом году мы там вводим один из этапов этого участка. Продолжаем дальше работу. Это ведется капитальный ремонт и реконструкция дороги Инская-Барышева, К-19, которая выходит на Ленинск-Кузнеевскую трассу. И второй год подряд мы приступили, и в следующие годы будем выполнять работу на автомобильной дороге. Называется она М-51 Купина-Карасук. Это от Татарска до Карасука такая хорда, соединяющая федеральную трассу на Омск, которая идет и с нашей трассой К-17Р, которая выходит на Карасук и на Павлодар. Это, наверное, основные, самые крупные объекты. Четвертые показали сейчас в ролике. Строим дороги. Там полтора километра, кажется, небольшой участок, но это третий этап. До этого было построено первые два этапа, которые уже самостоятельно работают. По ним идет движение, идет трафик. Здесь самое главное, мы выводим кратчайший путь выезда на федеральную трассу, а также выводим работу Кочаневского нефтеперерабатывающего завода. Вот эти все фуры, которые заходят именно на этот завод, чтобы они не шли через населенный пункт и сразу выходили на федеральную трассу. А вот что касается Ленинско-Изнецкая трасса, мы довольно часто с вами об этом говорили. Сейчас автомобилисты уже отмечают, что выезжать из города стало гораздо проще. Вот этот участок Нская-Барышева, но его привели в порядок. А можно ли сказать, что эту дорогу, ну, в принципе, все можно о ней забыть, или там что-то будет продолжаться еще? Ну, дорога была построена там в 80-х годах, в основном предназначалась там для проездов на дачи. И сейчас существенно, конечно, увеличится трафик и грузового движения легковых автомобилей. Мы последние несколько лет начали ее комплексно ремонтировать, уже порядка 13 километров отремонтировали. В этом году участок вводим. И, ну, выбирали самые плохие участки, по которым было наиболее затрудненное движение. Небольшая насыпь, большое пучинообразование. Дорога сейчас, да, будет в проезжем состоянии, безопасном. Но есть некоторые еще участки, которые будут требовать ремонта. Мы продолжим приведение этой дороги в нормативное состояние, работая по ней в следующие годы. А вот что касается дороги на Томск. Мы ее несколько лет уже ремонтируем, в этом году 4 километра. Это, в общем-то, довольно большой участок тоже привели в порядок. Давайте сюжет посмотрим. Машина идет как по маслу. 4 километра идеально ровного дорожного покрытия. Все экспертизы пройдены, нареканий по качеству полотна нет. Эта дорога одна из важнейших для жителей Колыванского района. Это артерия, соединяющая Новосибирск и Томск. Здесь ежедневно проходят тысячи автомобилей. И ремонт был необходим для обеспечения безопасности движения. Межремонтный срок ее давно уже прошел. Поэтому, естественно, автомобильные дороги такие становятся приоритетными в выборе участков. Дороги у нас вообще в регионе довольно изношенные. Недоремонт составляет значительное количество. Ремонт участков определяется в зависимости от выделенного финансирования. В данном случае автомобильная дорога ремонтируется на протяжении уже определенного периода лет. В прошлом году, например, мы отремонтировали участок протяженности 10 километров. Чтобы продлить срок службы дорожного полотна, кроме стандартного выравнивающего слоя, здесь положили особый защитный по технологии SprayJet. Ее применяют, чтобы обеспечить гидроизоляцию покрытия, улучшить микроровность полотна, увеличить коэффициент сцепления проезжающих машин с дорогой. Такое покрытие обеспечит сохранность дороги как минимум на 5 лет. Это одна из разновидностей поверхностной обработки. Поверхностная обработка, задача их в чем? Сохранить покрытие от разрушения дальнейшего. Что касаемо данного варианта, то обеспечивается более долговечный срок службы. Из-за чего? Из-за того, что битон-минеральная смесь содержит порядка 80% износ устойчивого и более прочного щебня. Узких фракций 4,8, 8, 11,2. По новым ГОСТам, которые в июне у нас были введены. Покрытие укладывается определенным образом. Необходима одновременная подача дорожной смеси и битумно-латексной эмульсии, расход которой 1 литр на квадратный метр. Все вместе создает мембрану между покрытием и слоем износа. Эту дорогу отремонтировали в рамках национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Всего в области по плану 92 объекта, нуждающихся в реконструкции. На 25 участках работы уже завершены. У нас такой регион, где перепад температур порой достигает десятки буквально градусов. В таких условиях не отклеится ли вот этот приклеенный к дороге асфальтобетон? Нет, не отклеится. И также технология спириджет, она не сильно новая и имеет уже опыт применения. И на дорогах также федерального значения, на северном обходе, недалеко от данной дороги, которая была в телесюжете. Данную технологию применяли на федеральную дорогу в Омской области. То есть зарекомендовано. Это слой износа, который действительно позволяет сохранить покрытие, плюс выровнять определенные неровности, микротрещины и продлить срок службы дорожной одежды. Гарантийные сроки, которые установлены приказом Минтранса Российской Федерации, составляют 24 года между капитальными ремонтами и 12 лет между ремонтами. И чтобы дорожное покрытие прослужило 12 лет и 24 года, то рекомендовано каждые 3 года устраивать такие слои износа. Они устраиваются по разным технологиям, достаточно много. И поверхностная обработка, которая вызывает очень много критики от автомобилистов из-за летящего щебня, это технологии Слайресил, это технологии Спрэджет, Новочип, достаточно их большое количество. И здесь все-таки технология Спрэджет, она, скажем, может быть, более совершенна и более долговечна, чем обычная поверхностная обработка. У нас в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» продолжается реконструкция автодороги Новосибирск-Кочки-Павлодар. И участок, ну, по-моему, там в районе Ярково планируется вообще двухуровневая развязка. Вот давайте на экране посмотрим, вот там сейчас что-то происходит, чуть раньше съемки мы делали. Двухуровневая развязка. Когда появится и какие задачи она решит? Что изменится? Здесь данный участок дороги разбит у нас на четыре этапа. Основная задача – это и всех двухуровневых развязок в том числе. То есть мы должны дорогу сделать первой технической категорией, разделить между собой потоки полностью встречного направления. И развязки нужны для того, чтобы машины могли пересекать дорогу в разных уровнях, чтобы не было, так называемых, конфликтных точек, чтобы не было возможности, скажем, столкновения машин между собой. Этапы разбиты, там, от Ордынского кольца, кусочек до Верхтулы, потом обход Верхтулы, мы уходим за территорию границы населенного пункта, что позволит убрать транспорт, во-первых, с населенного пункта, во-вторых, развивать дальше территорию Верхтулы. И следующий этап – это третий, от Верхтулы до Юркова. И самый, наверное, один из значительных – потом это строительство обхода Юркова. И тогда мы транспорт весь выведем из населенного пункта. Здесь это самый высокоинтенсивный, наверное, нагруженный участок этой дороги. И там, особенно в летние периоды времени… А в даче, когда возвращаются, там прям пробки, как в Новосибирске образуются. Да, я сам попадал дважды, наверное, в эту пробку. В предыдущие годы там один раз, считаю, 18 километров была пробка, далеко уходила за Боровой и далее. Поэтому задача, конечно, в первую очередь – это безопасность, развитие и экология. У нас губернатор недавно побывал на этом объекте. И он сказал, что когда мы завершим эту реконструкцию, нужно будет приступить к другому, но такому очень важному, стратегически важному проекту, который называется «Южный транзит». Что такое «Южный транзит»? Что он будет собой представлять? «Южный транзит» позволит транспорту, практически не загружая, в уличную дорожную сеть города Новосибирска, потоки, которые идут с юго-западного направления со стороны Карасука, это транспорт, который идет с западного направления со стороны Омска, практически минуя уличную дорожную сеть города Новосибирска, продолжит свое движение в южном направлении. То есть сейчас у нас транспорт, который едет с запада на восток, они обходят через северный окон города Новосибирска, которые надо попасть на юг, они едут целиком полностью через уличную дорожную сеть города Новосибирска, загружая и улицу Петухова, и Немировича-Данченко, и тоже большевическое и Берское шоссе. В рамках «Южного транзита» у нас построен один из важных первых этапов – это Букулинский мост. И дальше от Букулинского моста надо соединить Ордынское кольцо и потом выйти от Букулинского моста уже на строящийся восточный обход. И тогда транзитный транспорт поедет по этой дороге, на которой будет минимальное количество развязок, с максимальной разрешенной скоростью проскочит наш город, и мы разгрузим улицу, улучшим экологию, уменьшим пробки. Сейчас территориальному управлению дорог заказано обоснование инвестиций, уже заключен контракт, работы ведутся. Здесь именно обоснование, для чего это нужно, какие экономические эффекты получатся. На стадии обоснования инвестиций будут выявлены все коммуникации, пересечения, то есть выполнена будет предпроектная работа, срок завершения ее в 2021 году. И после этого мы уже будем работать с федеральным центром, чтобы о выделении финансирования, помощи, потому что просто с областной деньги, конечно, мы этот объект не построим, при финансовой поддержке с федерального центра проект, я думаю, будет реализован. Антон Викторович, мы с вами говорим о том, что и здесь что-то строится, здесь что-то реконструируется, это, конечно, прекрасно. Но всегда есть те, кто недоволен и не безосновательно, наверное. Недавно в лентах новостей, уверена, что вы тоже видели, читали, в группе АСТ появилась информация, что в районе Красного Яра ведется ремонт дороги и начинается он с заплаток. Вот буквально наглядно, давайте даже послушаем, что человек написал. В группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 16 августа появилось такое сообщение. Здравствуйте. Тут такое дело на Краснояровском шоссе, который ремонтируют по программе безопасные и качественные автомобильные дороги. В тех местах, где асфальт проваливался ранее, уже новые заплатки. То есть строительство дорог начинается с заплаток. Сам асфальт уложен на песок. Поскольку сообщество АСТ-54 в большей степени посвящено автомобильной тематике, прошу подключить ваш ресурс для наведения порядка на дорогах. Хочется победить хотя бы одну беду в России. Как вообще это можно объяснить, эту ситуацию? По данному конкретно объекту мы завершаем ремонт Краснояровского шоссе. Это последний участок. И он был в очень ужасном состоянии. И проектной документацией была предусмотрена практически полная замена земляного полотна. И для того, чтобы выполнить работу, была построена объездная дорога. Вот именно на объездной дороге произошли эти разрушения, которые в течение послеливневых дождей были в течение суток устранены. И проезд, соответственно, был обеспечен. Сейчас работа на объекте уже будет завершаться. В ближайшее время объездная дорога будет разобрана. И основное тело дороги будет выполнено с надлежащим качеством. А много ли вообще случаев, когда люди жалуются на какие-то такие ситуации? И когда некачественный ремонт на самом деле имеет место? Ну, жалоб поступает, не то что жалоб, наверное, даже сигналов поступает достаточно много. С каждым годом увеличивается. И, наверное, не от того, что количество каких-то замечаний на дорогах становится все больше. Нет, от того, что, я думаю, именно люди видят, что мы реагируем на каждую эту жалобу, что это не впустую. Потому что если бы мы не отреагировали ни на одну жалобу, они бы просто не поступали. И они стали активнее просто, да? Да, просто люди начали активно пользоваться и наша почта, сайты, в группах, которые мы там созданы, туда отправляют сообщения. Мы на каждое сообщение реагируем. Обязательно отправляем туда наших специалистов. И если даже это не касается национального проекта безопасной качественной дороги, мы эти сигналы сразу передаем тогда заказчикам, то есть городу Новосибирску, и Берску, и Скитиму, и Кольцову. С любого места, откуда поступит такое замечание. Все они берутся однозначно в работу и по ним принимаются меры. Я на сайте Минтранс почитала такая информация, что на начало 2020 года на дорожных объектах, но объекты 2017-2018 года у нас 287 гарантийных случаев. Но нарушения устраняют не на всех. Иногда приходится обращаться в суд. Вот в каком случае обращаетесь в суд и много ли, ну, есть ли вообще какой-то черный список, куда заносят недобросовестных подрядчиков и не выносят, может быть, оттуда больше? Реестр недобросовестных поставщиков через Федеральную антимонопольную службу туда подрядно организации вносится. Вносится организация туда на два года, что потом не позволяет ей участвовать в торгах. Несколько организаций внесены за неисполнение контракта территориальным управлением дорог. Есть некоторые муниципальные образования Новосибирской области, которые внесли и подрядчиков, есть прецеденты, что и проектировщиков тоже. То есть заходят недобросовестно, не могут сделать проект, не могут пройти экспертизу, расторгаются контракты и вносятся в данный реестр. То, что касается гарантийных случаев, то на сегодняшний день их около 1300, вот уже по рамках национального проекта. 287 это было на начало года зафиксировано, большая часть уже была устранена, да, порядка по 50 сейчас ведется претензионная исковая работа. Если прецедент такой был у нас в Берске, если организация не выходит, вернее, проигрывает суд, но и все равно не выходит, ничего не делает, и даже через службу судебных приставов, то здесь уже заказчик устраняет данные дефект собственными силами, а эти затраты через суд начинает истребовать с исполнителя контракта. А у таких исполнителей тоже распространяется вот эта, так скажем, мера в течение двух лет, они не могут участвовать в центре? В случае внесения в реестр недобросовестных поставщиков, да, тоже будет распространяться такая мера. Вы будете подумать и исправиться. Да, она единая по всей России действует. Последний вопрос. У нас действительно август, это и сентябрь, вот то, с чего я начала, для дорожников очень горячая пора, когда нужно много сделать и много успеть. А много ли еще нужно? Вы успеем ли? Однозначно успеем. Сомнений в том, что мы выполним показатель национального проекта, никаких нет. На сегодняшний момент у нас уложено уже 55% верхнего слоя покрытия. Это чуть больше миллиона квадратных метров асфальтобетона. Некоторые работы, если по кассовому исполнению, сумма чуть меньше в процентном соотношении, потому что первые месяцы шли подготовительные работы, земляное полотно, основания, подготовительные работы, бордюры, колодцы. Сейчас асфальт, он более дорогостоящий и кассовое исполнение у нас будет август-сентябрь. Я думаю, что большую часть объектов в сентябре мы введем, но есть более крупные, сложные объекты, будем вводить в октябре месяц. Ну и останутся объекты строительства, которые переходящие на следующий год, на них будут продолжаться работы, в том числе и в зимний период. Ну что ж, успешного завершения дорожного сезона. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Одельная тема». Я Людмила Чаевская. Увидимся. Продолжение следует...